Итак, мы с вами остановились во втором видео на том, что, изменив время, хакер Вася смог изменить время и посылки транзакции, потом, грубо говоря, вернуть, и, в конце концов, Игорь остался бы и без денег, и без кепки. Вот здесь идет начало рождения истинного блокчейн, и мы перейдем к пониманию решения, как эту проблему решил биткоин, и решил именно благодаря системе блокчейн в том виде, в котором она сейчас есть, напоминаю, это вы увидите как теорема примерно Пифагора. Пифагор здесь ни при чем. Причем здесь сам факт, что во времена Пифагора считалось, что теорема Пифагора это и есть вся геометрия. На сегодня ученик младших классов знает, что теорема Пифагора это частный случай. Так вот, решение проблемы при помощи майнинга, которую решил блокчейн, это тоже на сегодня, ребята, всего лишь частный случай. Возможно, кто-то из вас разработает систему блокчейн, которая очень крута, да, вы увидите сейчас, но при этом применит в майнинге другой механизм. Но сначала, чтобы понять, как это работает, давайте перейдем дальше. По сути дела, мы столкнулись с проблемой, что, а действительно, если изменять время, то кому принадлежат деньги? Ну, конечно, по существу, если взять, то деньги должны принадлежать Игоре, потому что Игорь продал кепку, а деньги остались Игорю. Но в данном случае мы видим, что и деньги, и кепка вообще имеет хакер Вася, да, что вполне, конечно же, было бы дыркой в системе. Поэтому давайте смотреть. То есть, по сути дела, при движении по сети, да, мы, сеть-то большая, это мы здесь нарисовали немного, а кому, собственно, принадлежат деньги? И как закрыть эту дырку, да, чтобы, если в случае, который мы рассматривали с хакером Васей, что если деньги отправлены, деньги отправлены за кепку, то и Игорь получает деньги, Вася получает кепку. Без вариантов. Давайте смотреть решение биткоина. И эта система блокчейн сегодня используется и в эфире, да, эфириуме, да, в эфире. И нового ничего не придумали. Эфир единственное сделал, подошел по-другому, сделал возможность, что мы и будем далее изучать, внедрение системы блокчейн в любой сайт и так далее. Опять возвращаясь к этому случаю, нам надо выйти на что? Нам надо выйти на такое правило, как создать общее правило для всей сети. Иными словами, нам нужно правило о порядке осуществления транзакций. То есть получить согласие всей сети или договориться со всей сетью, чтобы принадлежность денег определялась однозначно. Денег в биткоин. Но здесь я ставлю чего-либо. Еще раз, ребята, напоминаю. Себе возвратимся на слайд назад. Что мы с вами, ну повторюсь, ничего страшного. Что мы с вами поняли, что когда проходит транзакция, имеет значение сообщение. Но сообщение, сообщение, да, но по сути дела сообщение может сопровождать все, что угодно. Это может быть товар, это может быть комментарий. Просто у биткоин это деньги. Это, я надеюсь, вы уже усвоили, что блокчейн, он универсален. И вот теперь нам надо, чтобы если из пункта А ушли деньги в пункт, ну пусть это будет пункт Б. То есть при этом, при этом все участники сети при проверке не сомневались, что деньги принадлежат А, а получить их должен Б. Другого способа нет. При этом, то есть это и есть вполне нормально на некое соглашение, да, внутри сети. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот так у меня, по-моему, окно записывается. То есть кому принадлежат деньги. Это и есть то, о чем мы должны договориться. Что на сделал биткоин, этим самым создал блокчейн. Он начал помещать транзакции в группы, да, называемыми блоками. Блок. И так далее. То есть, по сути дела, как и вы в простом виде, да, видите блокчейн. Идет по порядку от блока к блоку и пошло. Все, так. Далее и далее. Повторюсь, потому что опять сбил экран, вижу. Блокчейн начал помещать группы транзакций в блоки. С чего и родилась, да, блокчейн, цепочка блоков. При этом все блоки, идет транзакция по порядку. При этом обратите внимание, ведь мы это не рассматривали на самом деле. Да, мы рассматривали блоки, но мы здесь есть, включается в первую очередь два понятия. Понятия следующие. То есть, то, что мы рассматривали в предыдущих двух видео, на самом деле, вы же это понимаете теперь, что мы рассматривали ранее, это был порядок собственности. То есть, в принципе, определение, кому принадлежат деньги. А сейчас мы будем рассматривать сам блокчейн, то есть, цепочку блоков, а сам блокчейн ставит другой вопрос, который мы и решаем. То есть, рассматривает порядок, порядок, да. То есть, чтобы определить уже, если раньше мы определяли в этих двух видео до этого, мы определяли, как вычисляется сумма, как сеть вычисляет, то есть, насколько сложно, представляете, все. То есть, сейчас мы должны определить, что есть определенный порядок, как это будет происходить. Порядок и есть от слова порядок, то есть, чтобы все участники сети были для всех одни правила. И при этом не получилось так, что хакер Вася будет каким-то особенным. То есть, что ставит хакеров в одну сеть с другими людьми и делает сеть блокчейн безопасной. Для начала покажу очень-очень просто. Блокчейн это решено при помощи простой вещи. Это и есть майнинг, к которому мы сейчас подходим. Математическая гонка. Ребят, то же самое, что лотерея. И то, просто математическая гонка. Где, в принципе, не каждый имеет одни и те же возможности. Вы увидите. У кого, грубо говоря, больше вычисли способность, то имеет больше. Но знаете, к чему мы придем? Вот я сейчас немножко заранее расскажу. Вы увидите в конце, что, в конце концов, система блокчейна будет развиваться. Потому что майнинг будет становиться все менее прибыльным. Ну ладно. Итак, сначала запомним, что, по сути дела, биткоин в своей системе блокчейн сделала это вроде математической гонки. Но прежде чем перейти к математической гонке и пониманию самого майнинга, давайте мы посмотрим, как мудро сделала блокчейн, что и называла цепочку блоков блокчейн. То есть, по сути дела, первое, что они сделали, это связали все блоки. Операции могут происходить только от блока к блоку. При этом каждый блок предыдущий имеет ссылку на, то есть, следующий на предыдущий. Получается, что если этот блок 1, здесь блок 2, не понял, 2, здесь блок 3, здесь блок 4. То есть, если мы попытаемся изменить что-то в блоке 3, то все остальные блоки перестанут работать. То есть, грубо говоря, если бы это было возможно, то система сразу увидела бы взлом. Это невозможно, иначе блокчейн не может работать. Если здесь у нас число 1, то здесь будем говорить так. Было бы 0,1, здесь было бы 0,0,1, здесь было бы 0,0,1. Попробуем изменить здесь. Здесь сделать 2, но вдруг что-то, сразу этот блок становится недействителен, так как ссылка на предыдущий блок уже не бьет. То есть, по сути дела, система блокчейн не может этого допустить, поэтому уже механизм блокчейн работает стабильно. Поэтому, не поэтому, что я распорядку мукался, поэтому всегда сохраняется целостность сети. Это круто, да? Но мы считаем, что у нас все нормально, поэтому возвращаемся к нашим старым цифрам. То есть, смотрите, что получается. Вот эту линию зеленую я нарисовал, что блоки между собой связаны. По сути дела, абсолютно любой блок в одну, вот я вожу эту звездочку, в вторую сторону, может отследить все ссылки. И все, все. При этом это имеет каждый участник сети. При этом у нас уже начинают различаться операции внутри блока. Допустим, вот берем блок 1, который никому ничего делает, какие-то операции внутри блока. Они осуществляются все моментально. То есть, по сути дела, когда мы имеем дело внутри блока, делаем какие-то операции, они осуществляются моментально, потому что они не затрагивают на данный момент. И у нас же много, может быть, там покупок, пересылок. То есть, в блоке набирается, как правильно сказать, много ссылок. То есть, это и называется блок. Да, вот поэтому еще блок. Блок всех этих транзакций. Разобрались. То есть, теперь смотрите, возвращаемся к слайду 12. Вот этими вот штампами времени, когда хакер Вася пересылал деньги, возвращал, и нам надо хакера Васю поставить в одни условия со всеми. О чем мы сейчас и говорим. Как это делается в биткоин. И это и есть система блокчейн. Представляем, что блока 1, пока я нарисовал это линейно, да, это и есть хакер Вася, хочет переслать... Сейчас я, секунду. Хочет переслать... Вот блок 1, хакер Вася, хочет переслать деньги блоку 4. Ну, и получить кепку. Что делается в блокчейн? Вводится такое понятие, как неподтвержденные блоки. Неподтвержденный блок. То есть сделка пошла. Но на самом деле еще не определено. Сама сделка пока находится в неподтвержденном блоке. Пока не будет получено четко, грубо говоря, пока блок 1 не получит кепку, а блок 4 не получит деньги. И вот нам надо понять, как это происходит. То есть, да, вроде бы, все верно, нам все понятно. Блок 1, блок 1 посылает блоку 4, блок 1 посылает блоку 4. Так, мне надо некий еще инструмент управления, некая звездочка мне надо. То есть, по сути дела, вполне понятно. Один отправил деньги, получил кепку, другой отправил кепку, получил деньги. Но на самом деле не все так просто. Система блокчейн у биткоин предполагает, а я пока не знаю, это относится к блоку 4, которого отправили, или блоку 3, или блоку 2. Я пока просто беру и помещаю в неподтвержденный блок. Да, он содержит, что блок 1 отправил деньги блоку 4, а блок 4 в ответ на это отправил кепку. Вроде все понятно, но нет, ребята, давайте ждать. Давайте ждать. я сомневаюсь, что эта транзакция между блоком 1 и блоком 4. Я буду предполагать, что возможно, эта транзакция будет относиться к блоку 2, или к блоку 3, или к любому иному. То есть, биткоин вводит понятие неподтвержденный блок. При этом, ребята, об этом неподтвержденном блоке знают каждый участник сети 1, 2, 3, 4. И каждый участник сети, ведь операций, по сути дела, много, может собирать целые цепочки неподтвержденных блоков. Их много. Иными словами, вот этот неподтвержденный блок, вот этот неподтвержденный блок, будем считать, что относится к вот этому человеку, да? Но блок 2 имеет такое же право на участие, и он тоже собирает эти блоки. И блок 3 имеет абсолютно такое же право, и он тоже собирает эти блоки. но фишка, ребята, сейчас уберем отсюда пока заключается в том, что в самой основной сети блок 5 подтверждение сделки может быть только один. Вот это у нас сейчас будет блок 5. так секунду, ребята, у меня тут и он у нас пока будет желтенький, он еще не создан. Соображаете, что происходит в блокчейн, как творится блокчейн в биткоин? то есть абсолютно каждый участник сети собирает сделку как неподтвержденную и имеет к ней доступ. И теперь вот говорю суть майинга, чтобы вы понимали, то есть сейчас мы к этому дойдем, но я сразу скажу, только участники, которые четко определяют условия, то есть мы с вами разгадают, могут рассчитывать на вознаграждение, могут рассчитывать, и только один блок, только один, ребята, блок станет пятым, который и будет подтверждением сделки между блоком один и блоком четыре, я понятно говорю, и это создаст, ребята, в тот момент, смотрите, сейчас, это создаст пятый блок, который и будет записан потом как блок номер пять, как блок номер пять, и который будет иметь информацию о сделке, в котором уже точно будет подтверждено, что кепка получена и деньги получены, то есть по сути дела сеть биткоин творит блокчейн следующим образом, что не сразу записывается реальный блок, а вся информация пока скидывается на неподтвержденные блоки, по сути дела на практике немножко отвлекся, но основную мысль я не думаю, что потеряли, выглядит биткоин это так, то есть смотрите США или как правильно считать 256, но здесь может добавиться пробел и так далее, и так далее, то есть это набор случайных чисел и как видите очень больших, но давайте немножко упростим задачу, но смысл оставим, чем занимается вот каждый блок в свое время это и узел, это и устройство, то есть это компьютер, по сути дела каждый из этих блоков занимается угадыванием, угадыванием, так, какой это цвет выбрать, угадыванием, ну мы представим более упрощенно, угадывает там определенную комбинацию цифр, как вот этот блок угадывает и пошли дальше, то есть все угадывают, так вот для сети биткоин, чтобы угадать, время составляет примерно 10 минут, так вот, как только находится, вернее, давайте сделаем нагляднее вот так, здесь будут у нас оранжевенькие, грубо говоря, 1 угадал, угадал блок 2, да, комбинацию, то есть стало зелененьким, и вот как он угадал, то есть и время прошло, и проверки прошли, и действительно, действительно, получается, что за это время и проверили транзакции, как только прошло угадывание, что ставит хакера Васю совершенно на одну, на один уровень со всеми, то формируется новый блок, блок 5, и уже этот блок 5 становится реальным блоком сети о проведении сделки, да, то есть сделка прошла, деньги получены, кепка получена, была математическая гонка, да, на что это похоже, на обычную лотерею, это похоже на добычу золота, то есть многократный выбор варианта, при этом каждый компьютер сети может участвовать в этом угадывании, или сказать такое слово майнинг, да, майнинг, то есть добыча, добыча этого кода, угадывания, и вот как только кто угадал, вот если вот этот угадал, то ему что делают, абсолютно верно, он получает вознаграждение, реальные, абсолютно реальные деньги, ну я написал знак доллара, просто все его точно знают, то есть реальные эту валюту, и вот только тогда построился блок, понятно суть майнинга, здесь становится очевидным, что например люди и начали делать такие вещи, как целые майнинговые фермы, то есть много-много компьютеров, которые и делают то, что то, что мы сейчас с вами показали, собирают неподтвержденные блоги, угадывают, стараясь сформировать следующий правильный блок, и за это формирование, за эту проверку правильности сделки получить вознаграждение, как добыча золота, все гениальное, просто. Но можно предположить, хотя это считается в блокчейн очень большой редкостью, что все-таки в большой сети с малой вероятностью кто-то в одно и то же время нашел решение. Такой правильный блок просто настраивается над другим правильным блоком. Теперь есть такой основной смысл. Было, есть, есть одна компания, например, Мега, там, я не помню, которая шесть раз подряд угадала блоки. Это крайне редко, это огромнейшая ферма. Что начали делать в биткоин? Если ранее было, то есть, что начали? Начали усложнять. То есть, если раньше была одна цепочка подтверждений, то теперь они начали отодвигать это на несколько шагов. То есть, убрали, убирать мошенничество вообще. По сути дела, получается, что неподтвержденные транзакции находятся в четырех шагах, в четырех шагах, от создания блока. Это может быть и в пяти и в шести шагах. То есть, по сути дела, отдаляется, чтобы уровень проверки усложнялся. И получается, что в конце концов, что и угадывание вместе сводится к нулю. Мы еще, конечно, ребят, очень многих аспектов. Ведь мы главное понять суть, понимаете, сейчас. Вот. Но в конце концов, вся сеть, вся сеть, когда найден блок, каждый участник может убедиться, что блок верный, он угадан правильно, и то есть, и что блок является истинным. В данном случае получается, что все участники сети соглашаются, так как каждый может проверить, что блок верный, просто удача выпала блоку участнику два, который получил вознаграждение. Вот и все. Ребята, чтобы вы все не пустились в майнинг, давайте возьмем то, что сегодня говорит биткоин. Каждые четыре года майнинг уменьшается, размер вознаграждения вдвое. И так будет продолжаться дальше, пока вообще не исчезнет вознаграждение. Поэтому я говорю, ребят, это просто на сегодняшний день блокчейн, блокчейн, это просто частный случай. Как он будет развиваться дальше? Либо те, кто майнит, будут требовать комиссию, либо придумают другой механизм проверки. Это будут те же блоки, но будут, допустим, не гоняться за кодами, а делать что-то другое. Возможно, вы это разработаете. Ясно одно, блокчейн надо изучать, потому что надежнее механизма обеспечивающего и анонимность, и доходность, и штампы времени при формировании блока. Вот, допустим, блок 5 сформировался, это в данном случае у нас был биткоин, да, но на самом деле, как мы говорили, вы же понимаете, что на месте биткоина может быть комментарий, фотография, вещь, вещественное доказательство, все, что угодно, и она, вот эта вещь, в сети остается, и на этом месте навсегда. То есть, вы можете вернуться через 20 лет, и это будет всегда неоспоримым доказательством. Вот вот эти все процедуры, которые мы рассматривали, то есть, неподтвержденные коды, они и описываются таким понятием, как смарт контракт. Смарт само понятие смарт контракта, оно законодательно закрепляется государством. То есть, допустим, в Белоруссии в конце 2017 года был на законодательном уровне принято понятие, как смарт контракт. По сути дела, это будет сделано, и в ваших странах. Например, по-моему, в Боливии, в Венесуэле, и созданы и смарт контракты, и своя валюта, и валюта эта будет развиваться. Но каждый из вас, из разработчиков, которые начнут заниматься сегодня и разрабатывать программное обеспечение, рано или поздно ваши страны начнут разрабатывать. Ну, многие сегодня просто идут в Парк высоких технологий в Белоруссии и уже разрабатывают это программное обеспечение. Но когда это закреплено на законодательном уровне, то получается и работа сети, и подпись, все становится именно признанной государством, ну, как обычная банковская подпись. Только мы здесь убираем юридические услуги, то есть вот прописано в банковом смарт-контракте должно произойти следующее и следующее, и это уже факт, больше нет никаких вещей. Поэтому мы с вами в школе как раз таки сосредоточимся на разработке смарт-контрактов, то есть будем учиться их делать, будем делать блоки, теперь вы поняли. У нас очень много интересной работы. Немножко о школе еще. Если вы посмотрите, то я создал школу, как вы видите, я вник довольно глубоко в блокчейн, но попытался рассказать так, чтобы понял ребенок 6 лет. Мы будем работать, начнем с языка программирования Python, потому что он прост, будем сами писать блоки, будем сами придумывать алгоритмы, потом перейдем к языку программирования солидность от эфира. То есть эфир, эфириум, это возможность строить уже блокчейн в совершенно любое приложение. И услышите сейчас, пожалуйста, зачем изучать систему? Я говорю просто, эта возможность, как вы увидели, дает возможность зарабатывать и разработчику, пользователю. Это уникальная система, которая просто изменит интернет, вообще интернет, вообще нашу жизнь. Почему? Потому что мы действительно двигаемся к большому прогрессу. В школе мы сосредоточимся на следующих вещах. Во-первых, школа это для начинающих программистов, опытные, тоже много для себя чего найдут. Значит, изучение блокчейн, будем строить децентрализованные приложения, которые мы только что рассматривали, механизм, да, работать с криптовалютой, разрабатывать смарт-контракты. Что еще хотелось бы сказать? То есть поняли, весь этот алгоритм вместе с майнингом, вместе с проверками и был заложен смарт-контракт. То есть вот так вот смарт-контракт это и был алгоритм, который мы рассматривали в течение трех всех видео. То есть все, что мы рассмотрели, это и было заложено смарт-контракт. То есть вот так это происходит. И такие правила для каждого участника сети. Все банально и просто. Надеюсь, что мои видео-уроки помогут вам вникнуть уже в блокчейн, в его природу. Ну, и начинайте заниматься. Это специалисты по блокчейн, очень дорогие, очень дорогие. Хотите быть ближайшие 20 лет в тренде, с работой, изучайте блокчейн. При этом я уже увидел, пишут его на Джанго, на Пайтон, потому что, допустим, есть школа у нас Джанго Пайтон. То есть вы также изучаете Джанго, вы также изучаете Пайтон. Просто я говорю, ребята, добавьте к своему изучению блокчейн. Это вам не повредит. По одной простой причине. Это технология, которая требует, чтобы она была изучена, которую вы будете реально применять. Каждый из вас в школе сможет построить свое приложение, заработать деньги. это очень классно. Когда я узнал блокчейн, вот знаете, у меня внутри очень тихо, как говорят, очень спокойно, я понял, вот это настоящее дело. Здесь я могу помочь не только себе, но и помочь людям. Теперь каждый человек в праве рассчитывать действительно на вознаграждение, чтобы кормить семью. Разработчик здесь остается всегда в тренде. У вас будет, ребят, на самом деле много направлений. Первое направление, вы будете заниматься внедрением системы биткоин. Например, чтобы создать свою валюту с биткоин, вы просто будете инвестировать пару сек, создавать валюту, свою, называть ее как-то, но применяться будет вот этот механизм, который мы рассматривали. То есть надежный механизм, ваша валюта будет конвертироваться в любое приложение, вы ее сможете встроить на биржу и привязать к своему приложению. Второе направление, то есть грубо я сказал, вы сможете разрабатывать свои приложения. То есть свои. теперь посмотрите на эту систему. Помните, мы говорили о формировании вот этого блока? Он надежно формируется и остается навсегда. Что это говорит? Это говорит о том, что многие люди, организации захотят внедрить себе блокчейн. Ну например, нельзя не переоценивать такие вещи, как заводы, это пойдут большие заказы, и они будут искать программистов. Скажите пожалуйста, ведь очень классно, когда отгрузил завод там 100 тысяч единиц, и они попали в блокчейн и четко записаны. Здесь нельзя списать, нельзя ничего, здесь всегда проходит официальная процедура, и то есть здесь уже будет невозможно ни выродство, ничего, все довольны, да, и производители, продавец, ну кроме тех, кто хочет украсть, да, они будут недовольны. То есть любая фирма, любая организация захочет тем или иным образом внедрить. Это будет работать и в судебной практике, потому что это хорошая система сохранения доказательств, и многое, 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 многое другое. Ну, а лично каждый из вас, и к чему я хочу привести школу, будет внедрять веб, будет внедрять в мобильных приложениях, это вообще уже ближайшее будущее, и это будет классно. Не забывайте, что блокчейн это только начало. Вы, возможно, сделаете свой логаритм, он будет по-своему работать, но самое главное, что это классно. Ребят, с чего всегда надо начинать? Я обязательно рекомендую изучать Python и Django. Почему? Потому что, как мы видим, все Django для меня лично дал возможность понять, как работает сервер самым простым образом. Потому что, на сегодняшний день, все приложения стараются обмениваться информацией, то есть, серверная часть сегодня важна. В школе этой можно изучить это SPB, это другая школа, и Python, и натаскаться на ООП, и много-много другое. Сегодня мы говорим о сайте блокчейн в школе, то есть, вы также продолжаете изучать то, что вы изучали, изучать свой любимый язык, просто добавив технологию блокчейн. Это будет также интересно, вы будете писать на чистом Python, например, будете тренироваться, будете постоянно повышать свою квалификацию, станете хорошим программистом. Кроме этого, потом мы перейдем к другим языкам программирования, таким как солидность и многие-многие другие. То есть, нас ждет интересное, увлекательное путешествие. Поэтому доступ в школе пожизненный, поэтому вперед. Ребят, с вами был Валерий Бовсиновский. ну, что говорить, рассказал вам простыми словами, как работает блокчейн биткоин. Ну, а мы двигаемся дальше. Спасибо за доверие. Спасибо за доверие. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!